Говоря о правах человека, мы, как правило, говорим о наличии либо отсутствии хороших нормальных законов и регламентирующих документов, либо наоборот, наличие присутствия каких-то там неадекватных документов, регламентирующих какие-то процессы. В случае Молдовы, наверное, как и в других странах, важно понимать, что есть динамика, то есть нельзя ситуацию оценить, ну вот здесь и сейчас. И в контексте динамики ситуация улучшается достаточно позитивно, происходят определенные перемены. Но это не говорит о том, что ситуация прямо бархатная, есть над чем работать. Основные там такие приоритетные задачи сейчас это пересмотр минимально допустимых доз, там декриминализация передачи ВИЧ и так дальше. В Молдове, как и в ряде других стран в регионе, внедряется РЕАКТ. Это система регистрации случаев нарушения прав человека. Это хороший достаточно инструмент, который в комплексе со всеми остальными услугами дает свой результат. В нашем случае это целый как каскад реагирования. У нас есть электронная система мониторинга, которая через запросник определенный делает достаточно широкий средств на предмет нарушения прав человека. Второй как бы уровень это непосредственная регистрация в системе РЕАКТ и дальше как бы случай передрессовывается для социального юридического сопровождения. У нас есть несколько прецедентных дел таких стратегических, которые были зарегистрированы в РЕАКТе, было упущено дело и были выиграны дела, были изменения определенные в законодательстве. Одним из таких показательных кейсов является ситуация, связанная с доступом к заместительной терапии в Аргееве. Это город, который километров 50 от Кишинева и в городе проживало около 40 пациентов, которые ежедневно должны были ездить в Кишинев принимать препараты. Эти случаи начали регистрироваться. На удивление ребята, пациенты, клиенты самоорганизовались, пара юристов им помогли, был запущен процесс определенный, была подана жалоба в совет по равенству. Таким образом, после череды определенных действий, сайт заместительной терапии открылся в Аргееве и сейчас ребятам не нужно ездить 100 километров туда-обратно. Я на встрече представляю организацию позитивной инициативы. Мы являемся партнерами в реализации регионального гранта, непосредственно в Молдове отвечаем за реализацию определенных компонентов. Могу сказать одно, что если фокусировать свой взгляд на каких-то конкретных результатах, конечно же, как бы иметь в голове большие амбициозные планы по изменению мира и мир во всем мире, но если видеть перед глазами конкретные шаги, конкретные действия, которые нужно предпринимать, то ситуация меняется достаточно динамично. Поэтому ободряю всех, просто не сдаваться, не опускать руки, продолжать делать то, что мы делаем.